Дорогие братья и сестры, мы снова встречаемся с вами в прямом эфире, а также здесь на месте. Хотелось бы поблагодарить нашему Небесному Отцу, а также и Господу Иисусу Христу за такие возможности встречаться в назначенный Богом день, день свидания со своим творением для того, чтобы изучать истины Божьи и применять в своей жизни и поступать так, как учит нас Иисус Христос. Прежде чем мы начнем очередную тему, хотелось бы передать приветы, которые сегодня много приветов и со всех сторон, со всех стран и континентов, которые приветствуют нас, а также всех слушателей, поэтому я, с вашего позволения, зачитаю вам эти приветы наших братьев и сестер. Сестра Светлана и сестра Нинель передают привет из Новосибирска. Также нас приветствуют сестры Валя, Люба, Виктория, Аня, Наталья из Германии. Нас приветствует брат Михаил, сестра Лидия из Америки, штат Вашингтон. Брат Валерий из Риги привет передает. Также привет передают Мария и Илюша из Молдовы, село Яргора. Привет передают нам из обетованной земли с Израиля, это брат Олег и сестра Алена. Сестра Мария, сестра Оксана передают привет из Коломые, Западная Украина. Привет передают нам также брат Владимир и сестра Елена из Америки. Николай Лопатин, наш брат, передает привет из Воронежа. Также нас приветствуют единоверцы из Горного Алтая. Привет из Приднестровья передает сестра Татьяна. Также группа из Ростова нас также приветствует. И привет нам из города Нальчик, передают нам тоже привет. Итак, мы видим, что со всех республик, со всех континентов нас приветствуют. Мы благодарны за ваши приветы, благодарны, что вы нас не забываете. Примите также и от нас общинский привет. Пусть добрый Бог благословит вас в возрастании и в стремлении, познавании и желании быть спасенными во Христе Иисусе. А теперь мы с вами продолжаем очередную тему, тема номер 14, под общим заглавием «Финансовая платформа Первоапостольской Церкви нам в пример». Это продолжение тех тем о десятинах, которые мы с вами прослушали уже 13 тем. Церковь как организация или же как общество, община, она должна иметь материальную и финансовую систему. Когда мы с вами прослушали 13 тем о том, что нет в Новом Завете ветхозаветней десятины, как я вчера уже говорил, многие, наверное, подумали, а как же будем существовать мы без десятин и без финансовой поддержки. Мы свое зрение направим на Первоапостольскую Церковь и будем брать пример так, как поступали апостолы, как записано в Новом Завете. И мы видим, что они имели очень большой успех в проповеди Евангелия. И спасибо им, мы благодарны, что это Евангелие дошло и до наших мест, и что мы с вами знаем эту истину. Первоапостольская Церковь, она является в пример всем христианам Новозаветнего периода. Дело в том, что каждый из нас заключал завет с Христом или же с учением Иисуса Христа, которое никак не может быть Новый Завет, как бы заключенный в перемешку с ветхозаветним заветом тем временем. Мы знаем, что ветхое отошло, новое пришло. Иисус говорил, что не вливайте вино в старые мехи, потому что старые мехи прорвутся и вино пропадет. О чем Он говорил? Он говорил о том, что все должно быть новое. И новые мехи, и новое вино, то есть учение Иисуса Христа. Когда мы читаем с вами в Библии, 1 Коринфянам, 16 глава, 1 и 2 текст, будем внимательны. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях галатейских». Мы будем внимательны к этому прочтению. Здесь апостол Павел говорит «так, как я установил». Апостол Павел «В первый же день недели каждый из вас пусть отлагает у себя, изберегает сколько, позволяет ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Если мы просто читаем этот текст и его, вырывая из контекста, добавляем к какой-то теме, то, конечно, есть построение другого учения, о котором мы уже с вами говорили. Учение того, которое подтверждают якобы о десятинах. Вот видите, апостол Павел здесь говорил. Но давайте мы с вами будем внимательно читать и внимательно думать, сопоставлять. Если же апостол Павел, являясь фарисеем из фарисеев, и зная иудейские законы, зная иудейское десятиноприношение, в чем оно состояло, как оно должно было даваться, когда и что и к чему, я думаю, что апостол Павел, не надо было ему что-то придумывать. Я постановил что-то новое, если ветхозаветняя десятина, она должна была быть в продолжении, то есть в жизни, переходя в Новый Завет. Поэтому здесь мы увидим, что никак оно не имеет между собой какой-то вот такой логической совместимости перехода с ветхого в новое по поводу десятин. Здесь мы видим, что апостол Павел что-то говорит новое, новое, не то, что он был научен, как фарисей, и не то, что делали его родители, и не то, что он делал сам, когда он был еще в иудействе. Это говорит о чем? Это говорит о том, что вот это подтверждение о десятинах, когда говорят о том, что десятины актуальны, и читают вот этот текст, который написан 1 Коринфян апостолом Павлом, они говорят, что оно как бы совместимо. Это равносильно тому, когда говорят в адвентизме о том, что Елена Уайт принимала троицу, и что пионеры правильно понимали, и она об этом писала. И помимо этого всего, если они так понимали, если это является истинно, как они говорят, тогда задается вопрос, зачем в 1980 году на генеральной конференции должны были или приняли доктрину о триединном Боге? Если было, и если это истина, зачем тогда надо поднимать этот вопрос? И в Далласе на генеральной конференции в 1980 году утвердили и подтвердили то, что оно давно уже должно было быть еще со времен Елены Уайт. Здесь тоже нет какого-то вот такого единого понятия. О чем это говорит? Что это новшество, которое подтверждено, которое не имеет основания. Поэтому мы видим, если мы правильно, логически это все думаем, сопоставляем, мы видим большую разницу. Так же само здесь и по отношению апостола Павла. Если он знал о десятинах, если он все это, и мы знаем, что там именно церкви состояли в основном из иудеев, потом начали приходить язычники присоединяться к этим собраниям, которые являлись христианскими собраниями, или мессианскими, правильно, от слова «мессия». Мессия по-иудейски, Христос по-гречески. Поэтому мы называемся как бы христианы в греческом понимании. Но фактически, если иврите, то мы мессиане. И в то время вот эти мессианские церкви, они состояли в основном из иудеев. И если иудей всю жизнь приносил эти десятины, и он знал, как приносить, зачем апостолу Павлу надо было напоминать, чтобы они собирали вот эти сборы именно в то время? Они уже должны были быть, потому что каждый иудей должен был и знал, и должен был исполнять, приносить. И апостол Павел просто пришел, и то, что уже готово и было принесено, он просто бы забрал, и вот на этом вот этот разговор бы закончился. Из этого всего мы видим, что так не было. Поэтому здесь мы видим, что апостол Павел говорит, что «я установил в церквях». Это что-то новое. Это новое не то, что подтверждается старым. А когда мы с вами дальше будем рассуждать, мы с вами поймем, о чем это говорит. И это говорит о том, что не было систематических сборов. Потому что, когда апостол Павел это написал, это письмо в Каримф, он сказал, чтобы вы собрали, отложили, и когда я приду, чтобы это было все готово. Поддержка братьев, ну тут написано для святых, мы в прошлый раз читали для братьев народа, то есть для единоверцев в Иерусалиме. Поддержка для святых здесь сказано. Это поддержка братьев, а также поддержка и благовестников. И это было добровольным. Вы понимаете, помимо этих сборов, которые собирались для того, чтобы отправить в Иерусалим, это была еще из этих сборов поддержка, также и апостолов, то есть благовестников, которые несли благую весть. Давайте мы прочитаем 2 Коринфянам. 8 глава, 8 текст. Говорю это не в виде повеления, но с усердием других испытываю искренность вашей любви. Итак, мы читали в 1 Коринфянам, он говорит о сборе. Второе письмо, которое он пишет, он говорит, я не говорю в виде повеления, что вы должны дать, но с усердием других, то есть я сопоставляю вас или говорю вам о других, как другие жертвовали и помогали, так и вы, если имеете усердие, вы поможете вот именно в этом деле. И читаем 13 текст. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам в тяжесть, но чтобы была равномерность. То есть апостол Павел переживал не ограбить, не обобрать, для того, чтобы кому-то было больше. Но он говорит, что, чтобы вот это облегчение другим не было вам в тяжесть. О чем это говорит? Это говорит о том, что, когда сказано по этому вопросу, что мы должны давать от расположения сердца и нашего благосостояния. То есть расположение сердца это одно, один вопрос, а вот благосостояние это совсем другой вопрос. Я должен уделить столько, чтобы не обнищать себе, то есть чтобы не забрать от своей семьи вот это пропитание, отдать кому-то, а чтобы мои дети были голодны. Я должен дать столько, чтобы и моим детям было, и чтобы было и тем, которые нуждаются. Вот в этом апостол Павел и пишет в 13 тексте, чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток, восполнение их недостатка, а после их избыток, восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность. То есть апостол Павел говорит следующее, что если вы имеете что-то сегодня побольше, то, что Бог вас благословил, то вы дайте тем, у которого нет, которые нуждаются. Но когда те будут иметь, а вы не будете иметь, тогда они помогут вам. Теперь, когда мы с вами начинаем рассуждать и логически это сопоставлять и все расставлять на свои места, тогда задается вопрос. Малахии 3 глава. Если она актуальна и если она, как бы сказать, действенна в том, что говорят сегодня нам, то, что было в Ветхом Завете, то там написано, что если ты даешь, то Бог тебя благословит с избытком. То задается вопрос, зачем апостол Павел здесь говорил о равномерности и зачем он говорил о недостатке, когда у вас не будет, то они вам помогут. Если этот человек дал эту десятину, как утверждает, что здесь говорится о десятинах, то тогда задается вопрос, если они, эти коринфяне, дали эти десятины в Израиль, то неужели Бог их не благословил, что они после этого будут иметь нужду и они не будут благословены и им надо будет помогать, чтобы кто-то еще им помогал, если там написано, что благословлю вас до избытка. А избыток это тогда, когда ты не имеешь ничего нужды. У тебя амбары забиты пшеницей, у тебя скот, у тебя то. Ну переходим на финансы, у тебя на книжках деньги, в валюте, в долларах, в евро. Ты имеешь такое благословение. Вот ты дал там 300 долларов, ты даже не ощущаешь. Это вроде бы, знаете, как 15-20 копеек отделил там от суммы 100 рублей, 100 гривен или тому подобное. Понимаете, вот это избыток. Поэтому здесь задается вопрос, как это может быть? Или это не действует, это благословение с Малахией, что те люди, которые будут отдавать, они будут иметь нужду, или это что-то другое. Поэтому здесь никак оно не имеет соотношения. Это раз. Другое, что мы знаем, что Иисус Христос в Новом Завете, Он не обещал нам таких обильных благословений, такой жизни прекрасной и хорошей, что мы будем, знаете, как говорят, как вареник в масле. Он говорил, что христиане, это всегда будут гонимые люди, это люди, которые будут всегда в нужде, это люди, когда будут переживать и когда люди будут, можно сказать, выживать. Почему? Потому что Он говорил, что гнали пророков, гнали Христа и вахс тоже будут гнать. Поэтому здесь мы видим, что новозаветнее христианство никак не может быть в таком, можно сказать, в закрытом таком божественном благословении, в котором нас не тронет, как бы не затронет ничего. То есть мы будем благословенно жить, мы будем все иметь и мы будем теми особыми людьми. Нет, мы такими не можем быть. То, что сегодня Бог нас благословляет и охраняет, конечно, одно, но всякий момент может быть с человеком именно то, как пишет апостол Павел, может быть нужда. И если у кого есть немного больше, помоги этому брату, который имеет эту нужду. Это христианская вот такая жизнь, которую мы видим перед приходом Иисуса Христа. Когда мы читаем с вами эти тексты, давайте мы еще прочитаем двадцатый текст. «Остерегайтесь, чтобы нам не подвергнуться от какого-то нарекания, при котором, при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению». Итак, мы видим, что апостол Павел, видя вот это усердие, которое он предложил им для того, чтобы они помогли вот этим братьям из Иерусалима, и он увидел, что вот такое много принесли, вот это обильное приношение, и которые уверяемы нашему служению. Какое было служение апостола Павла? Апостола Павла было служение других апостолов, чтобы проповедовать истину, а также заботиться об этих церквях или этих общинах, которые они образовали посредством проповеди. То есть, они проповедуют, апостол Петр проповедовал, три тысячи крестилось. Значит, образовалась община из трех тысяч, ну, примерно говоря, если они с одного места. И мы видим, что они их не оставляли. Они что их? Они дальше их, как бы сказать, пасли. Они выбирали пресвитеров, они постановляли, и это уже была община, которая там была во главе пресвитер, а также апостолы и шли дальше, и проповедовали, и поэтому здесь то, что уверяемо нашему служению. Служение заключалось не только в проповеди духовной пищи, но также мы видим, что в этом служении заключалась и забота в материальном. Если были такие общины или группы, где люди бедствовали, но они были мессианского духа, то есть братского духа, который приняли Мессию Иисуса Христа, апостол Павел также заботился заботился и о их благосостоянии материальном, то есть о пище. Поэтому здесь он пишет, что приношения такие обильные, вверяемые нашему служению. Не служению, как сегодня говорят, вот мы служителя, и вы нам дали это для нашего служения, служению заботы об этих овцах, которые они сделали эти общины из духовных овец, этих людей, которые идут за своим пастухом Иисусом Христом. Когда мы читаем также в 9 главе, здесь записаны следующие слова, 9 глава, первый текст. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, то есть народу Божьему. То есть почему излишне? Потому что в то время у них уже было такое, когда мы читаем в деянии апостолов, что было? Было вот такое движение, которое они продавали свои имения и делали вот такую коммуну. То есть они были христианами, они были гонимы, как с языческой стороны, так и с иудейской, и поэтому они основывались в такие коммуны, где они создавали такие общины, где было все общее. Продавали свое имение, кто больше, кто меньше, приносили к ногам апостолов, они там что? Было распределение всем поровну, они там все поровну ели, они там все поровну все имели, они проповедовали истину, там совершались чудеса, там Бог совершал свои деяния посредством апостолов, исцеление, изгнание бесов и тому подобное, и как дальше мы читаем, что ежедневно Бог прилагал этих людей спасенных, поэтому когда мы читаем 9 главу 1 текст, здесь апостол Павел пишет, что это излишне мне вам писать, читаем с 5 текста 6 и 7, посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, но не как побор. Мы также останавливаемся и рассуждаем над этим текстом, что в первом тексте он говорит, что это мне излишне вам еще что-то писать о вспоможении, почему? Потому что я упросил братьев и они уже у вас и они пошли наперед и вы уже знаете о чем там будет речь и какое действие, поэтому он говорит, мне лишнее писать, там все вы узнаете. И далее он пишет, что предварительно чтобы позаботились и то благословение, которое у вас есть, чтобы оно было готово, то есть каждый чтобы от себя отделил для нуждающего. Но тут он в конце подчеркивает, чтобы это было как благословение, но не как побор. Что это побор? Побор это можно сказать нахально изъять от человека. Он не хочет дать, он не желает, его сердце не хочет дать, а ты ему настырно отнимаешь вот этими разговорами, проповедями, вот этими чтениями вот этого проклятия. Человек может бы и не хотел дать, но он вынужден дать, потому что он боится, что он будет проклят, и его постигнут эти проклятия. Поэтому мы видим, что апостол Павел здесь говорит противоположное, чтобы это было как благословение, которое основано на любви и доброжелательности. И шестой текст. И при всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. И вот мы пришли уже к такому размышлению, когда мы с вами должны правильно уяснить и понять. Мы не можем быть в стороне от проблем нашей общины или наших братьев и сестер, которые являются нашими единомышленниками, единоверцами, верящими именно в ту истину, которую мы читаем в Священном Писании. Поэтому здесь апостол Павел подчеркивает, если говорят о том, что нет десятин, это не говорит о том, что ты можешь не участвовать и можешь не давать ничего, а просто жить для себя и просто быть членом этой общины или же этой церкви. Мы видим, что новоапостольское движение и учение апостола Павла здесь нам говорит ясно, что здесь тоже две категории людей. Кто сеет скупо, скупо и пожнет. Если ты будешь жадный и если ты не будешь помогать нуждающимся ближнему или же ты не будешь способствовать проповеди Евангелия, если ты не будешь поддерживать благовестника, я именно подчеркиваю благовестника, не пресвитера в статусе пастора, потому что пресвитер он местный, он неоплачиваемый, он который следит за церкви, который учит эту общину или церковь, который вникает в нужды вот этой общины и этих членов церкви, у него есть помощник старший диакон, который в материальном он должен заботиться о братьях и сестрах, а пресвитер он в духовном, наставник духовный, но сегодня мы видим, что в этой системе вот эти пастора они приняли статус пресвитера, они здесь как бы исполняют долг пресвитера, но они как бы финансируются как благовестники. Благовестие, как мы говорили в прошлых темах, это тот человек, который не сидит на месте, который не является как бы оседлым в этой общине, хотя он может жить при общине в этом городе или селении, но он ежедневно, он идет на пропуеди Евангелия, покоряя села, покоряя дома, города, сколько он в силах может как бы вот это задействовать в проповеди Евангелия. Да, таких людей мы должны поддерживать, и это решение церкви, той, которая посылает этого человека, или же кустовое такое понятие, например, вот из одной церкви есть такой, к примеру, говоря, брат, который он знает Писание, он хорошо эрудирован, он хорошо предоставляет истину, но мы состоим из небольших общин, и во звание к нам всем говорим, что вот брат там, например, Василий, который будет благовестником в нашей области, он будет идти из села в село, из деревни в деревню, из дома в дом, из улицы на улицу, но мы, как община небольшая, состоящая, например, из 20, 30, или там 10 человек, мы не в силах оплатить дорожные, литературу, оплатить его существование, то есть финансы на его жизнь, то мы предлагаем всем нашим вот этим братьям и сестрам, которые в этой области живут, к примеру говоря, мы все скидываемся, каждая община финансово, вырабатываем ему, то есть вот этот план, сколько нужно литературы, сколько идет на дорожные, сколько ему надо дать на зарплату, чтобы его семья была в обеспечении, это правильно, и этот человек в нашей области, он трудится на Ниве Божьей, он может приехать, как в ваш город, в другой город, в ваше село, быть у вас, как апостолы здесь говорили, вы должны его принять, вы должны его накормить, вы должны ему дать ночлег, и все остальное для того, чтобы этот благовестник трудился для Бога, вот это и есть модель первоапостольской церкви, но то, что сегодня у нас есть, это никак не соотносится к той модели, которую мы с вами читаем, поэтому здесь апостол Павел подчеркивает, кто сеет скупо, скупо пожнет, если ты жадный человек, и ты не будешь уделять на проповеди Евангелие, на этого благовестника, на распространение литературы, на поддержание наших единоверцев, а просто будешь хитрым и скупым, запомни, Бог тебя благословлять не будет, поэтому мы с вами должны, как сказано, чтобы мы могли испытать Бога, чтобы в действительности почувствовать вот это благословение, которое Бог предлагает через эти слова, но далее апостол Павел говорит следующее, то есть в слове скупость он не говорит о том, что вы жадные и вы мало даете, как говорят малахи читают, если вы не даете, то вы прокляты проклятием, здесь в седьмом тексте он говорит, каждый уделяй по расположению сердца, у каждого из вас есть сердце и у каждого из вас есть расположение, и именно чувствование вашего сердца я не могу видеть и не могу знать, это может знать только Бог, и только Бог определяет, ты являешься скупым или ты являешься щедрым, поэтому если в нашей общине или в других общинах есть, например, люди, которые мы читаем в Священном Писании о том, что пришел фарисей и пришла эта бедная вдова и этот фарисей что он делал? Этой медью он брал и вот кидал тот ящик, чтобы она звенела эта медь и что все слышали, о, этот фарисей столько накидал там в этот ящик приношений, а эта бедная вдова принесла этих две лепты и тихонько положила туда сокровищницу на храм, на поддержание храма. Так вот, я хочу сказать, чтобы мы никогда не сравнивали именно фарисейство с этой бедной вдовой. Здесь сказано, каждый уделяй по своему расположению сердца. Если, например, ты имеешь больше, ты дай больше. Если сестра или брат, который не имеет и дал очень мало, ты не имеешь права его взглядом осудить, что он скупой, что он не дал столько, сколько ты считаешь нужным, чтобы он дал. Это его личное дело между Богом и им. Это его расположение сердца, это его желание. И далее он говорит, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Это каждый из нас должен для себя взять в пример, что Бог любит тех, у которого открыто сердце, открытая душа, которые желают помочь, даже если он и положил мало, но у него есть желание, у него есть забота, переживание, и вот это малое, оно сделает больше, чем то фарисейский звон этой меди, который хочет показать, что вот я сто долларов кидаю, а ты там сидящий рядом, там пару гривен кинул, кто я, а кто ты. это не должно быть, это не учение Евангелия, и это не характер Христа, поэтому, когда мы с вами читаем эти тексты, мы видим, что здесь действительно апостол Павел именно говорит об этом, и как бы подтверждая все это. Давайте идем дальше, если апостол Павел приводит пример тексты из Ветхого Завета, это первое Коринфянам, девятая глава, давайте мы откроем, почитаем, с 13 по 18 текст. Разве не знаете, что священно действующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника, так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования, но я не пользовался ничем таковым и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою, ибо если я благовествую, то ничем не хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую, ибо если делаю это добровольно, то буду делать награду, а если не добровольно, то исполню только вверенное мне служение, за что же мне награда, вопрос, за то, что проповедую Евангелие, благовествую Христе, безвозмездно, не пользуясь моею властью и благословениями. Итак, мы прочитали эти тексты, и те, которые отстаивают десятины, они не раз вам читали эти тексты и здесь как бы зачитывали. Разве вы не знаете, что священнослужители должны жить от жертвенника? Но когда мы вырываем вот эти тексты из общего контекста, конечно, для этих людей складывается именно такое подогнанное понятие. но давайте мы с вами все-таки будем изучать Библию так, как должно изучать и мы с вами порассуждаем над этой главой. Почему апостол Павел именно писал такие слова? Когда мы читаем в этой девятой главе и мы читали в предыдущих наших темах, здесь выше сказано о чем? О том, что здесь было противостояние против апостола Павла вот и в связи и варнавы в связи с тем, что они как бы были не сопричастны к этой ихней общей кухне, можно сказать, чтобы они питались от этого ихнего совместного, что они как бы сотворили. Когда мы это все прочитываем и сопоставление, которое здесь апостол Павел пишет в Ветхом Завете с Новым Заветом, мы видим, что он переносится в Новый Завет, как бы приводя им в пример священников из Ветхого Завета. Почему он говорит так? Потому что все эти иудеи, которые составляли эти мессианские церкви, они знали, когда они несли жертвоприношение, когда все, что уделялось священнику, что уделялось первосвященнику, что они жили от этих жертвоприношений и всех приношений десятин, поэтому он им как бы напоминает, что разве вы не знаете, что служащие жертвеннику берут от жертвенника, то есть те люди, которые посвященные были в храмовом служении, они жили вот от этих десятин и от этих всех жертвоприношений мирных и всех остальных, которые они брали часть для себя. Почему он это говорит? Он говорит потому, чтобы им напомнить, что благовестник, он должен жить от благовествования и что они имеют право тоже, как было сказано в других текстах, на пищу и питье, то есть они не претендовали на что-то более, но именно пища и питье, и для того, чтобы их приняли на некоторое время и дали им жилье, для того, чтобы они несли эту благую весть. И дальше он что говорит? Он как бы их упрекает в этом, что вы мне и в Арнаве, вы, как говорится, не даете этого, хотя всем остальным вы даете. Там возник особый такой специфический вопрос, вопрос не о десятине, а о содержании их, когда они приходили в эту коринфскую церковь. Но дальше он описывает то, что мы с вами прочитали, и что он говорит? Что я не пользовался ничем этим, что я не хочу для того, чтобы было нарекание, что вот апостол Павел, вот он пришел, и он из нашей этой коммуны, то есть их объедает с Варнавой, и он говорит, что я этого не хочу, для меня лучше умереть, чем себя унизить ради этой, как говорится, пищи, чтобы вы были в каком-то недовольстве. То есть мы видим, что апостол Павел, насколько он как бы тонко подходил к этим вопросам, чтобы не ранить человека, который не понимает в правильности, хотя он им напоминает, вы видите, как было в Ветхом Завете, почему вы не поступаете с благовестниками, не даете нам возможность участвовать в этой коммуне, в питье и в пище. И дальше он что говорит? что описывает о себе и он говорит, что я это исполняю добровольно и буду за это иметь награду. И дальше мы с вами видим и знаем, что апостол Павел, он что делал? Он ночами шил палатки, да, которой семья его приняла, это Акила и Прескила, и они продавали эти палатки, и он с этих денег за свой труд, он еще помогал сиротам и вдовам. Вот задается вопрос, вот когда те, которые отстаивают десятину и которые говорят, что священное Писание нам в пример, апостолы нам в пример, Христос нам в пример, почему вы не берете в пример действия апостола Павла, для того, чтобы вот этот народ, который приходит в церковь, который возмущается по поводу десятин, вы не делаете точно как апостол Павел. Я не говорю там, вот эти, есть разные возмущения, есть правильные, неправильные, но для того, чтобы не быть камнем преткновения для этого человека, который еще не сформировался духовно, он в дальнейшем сформируется, то у него вот такие, есть как бы такие запросы вопросов таких, почему вы не поступаете как апостол Павел, и почему никогда не читается это, и не говорят, что давайте мы будем жить как апостол Павел, вот этот пример почему-то не берут на заметку для себя, почему не берут, потому что это невыгодно, но я не говорю, что это должно быть правилом, и что это должно быть правильно, что если ты благовестник, живи себе как хочешь, мол мы с нашей коммуны, с нашей общины, мы тебе ничего не будем уделять, это твоя личная проблема, это неправильно, здесь мы рассуждаем о правильном подходе вопросов со всех сторон, мы должны помогать, мы должны содержать именно благовестников, именно литературой их наделять, именно уплатить за литературу, и чтобы литература это раздавалось не за деньги продавалось, а чтобы она те, которые желают читать, чтобы она дарилась, и чтобы имя Божие и истина была распространяемая, поэтому когда мы с вами говорим в предыдущих темах, все, что было в ветхом служении, оно отображено в новом, оказывается, понимаете, если по другим вопросам, то ясно нам разъясняют те или другие вопросы, а помимо вот десятин, почему-то они необъяснимо переходят в новый завет, вот это ветхозаветное установление, но давайте мы с вами все-таки подумаем, что же было в ветхом завете, и было ли оно изменено, или выброшено полностью, или все-таки оно перешло таким переходным образом, которое в новом завете, оно является в новом формате, предоставлено для детей новозаветного времени, когда мы говорим о храме, в ветхом завете был храм и место, где пребывал бог, в новом завете мы знаем, что храм это мы, как 1 Петра сказано, вы царственное священство, взятый удел, да, и мы храм являемся храмом для духа святого, служение в храме, или же в скинии, когда было в ветхом завете, это было служение первого священника, но мы сейчас знаем, оно перешло в новый завет, это что? Это небесное скиния, то есть мы видим, храм там был, служение там было, мы с вами храм духа святого, служение скинии, это небесное скиния, небесное, где сегодня является первосвященником Иисус Христос, когда мы говорили, говорим, что в ветхом завете агнц был кто? животное, которое приносилось в жертву, он олицетворял кого? Иисуса Христа который в новом завете, то есть мы видим, оно параллельно перешло в новый завет, все то, что было в старом, только в другом формате в новом завете, когда мы говорим, что в ветхом завете был первосвященник и его служение, мы видим, что это служение является служением сегодня в новом завете Это служение Иисуса Христа. Кем является Иисус Христос в небесном святилище? Первосвященником. Тем, который на земле был человек смертный, мы имеем первосвященника бессмертного и безгрешного. Когда мы видим, что в Ветхом Завете есть первосвященник, который ходатайствует за народ, и который берет грехи на себя, и который за себя приносил жертвы, и потом, когда он входил во святое святых перед Господом, он был ходатаем за израильский народ. То есть первосвященник, он был заступником за израильским народом. Но мы, когда в Новом Завете, мы имеем этого ходатайства и заступника, кого? Иисуса Христа, который ходатайствует перед Отцом Небесным за наши грехи, и наши грехи он взял на себя. Теперь мы дальше. Если в Ветхом Завете были десятины, которые содержали вот это все храмовое служение, то в Новом Завете мы видим, что новозаветные постановления есть дары и приношения от расположения сердца и достатка. То есть мы видим, оно никуда не убежало, но только оно переформировалось в новом понятии и в продолжении этого всего. Все служения прообразные стали в образе, в реальности. Если Израиль был под законом церемониальном искуплении и прощении, то мы над... То есть они были под законом. Закон был церемониальный, и они получали искупление и прощение посредством вот этого закона. То мы сегодня являемся под благодатью в Иисусе Христе в одном лице, как агнец и как первосвященник, ходатай и заступник. Итак, мы с вами поняли, что в ветхозаветнее время прообразные вот эти действия, они стали уже в образе, то есть в реальности. То, что было, мы с вами прочитывали в ветхом завете, начиная от храмового служения и до десятин, оно стало в реальности в новом завете. Поэтому, когда мы говорим об Израиле, то Израиль был под законом церемониальным, жертвоприношений, вот этого первосвященства, священства, левитства. Но когда мы перешли уже и заключили завет с Иисусом Христом, новозаветний вот этот наш договор, то мы видим, что мы уже под благодатью Иисуса Христа, и мы ничего общего не имеем с теми ветхозаветными постановлениями церемониальными, потому что в новом завете, как бы сказать, в одном лице, в Иисусе Христе заключается все то, что было до Христа. Не может быть такого, чтобы что-то бывшее в ветхом, которое было в прообразе, так и осталось и перекочевало в новозаветнее в этом сопряженном прообразе с ветхими постановлениями. То есть такого не может быть, чтобы то, что было в ветхом завете, чтобы оно прообразно обозначающее, перекочевало в новый завет, и чтобы оно собой представляло в новозаветнем действии. Итак, мы поняли из этого всего. Новозаветняя первоапостольская церковь существовала не от ветхозаветних десятин, а новозаветних добровольных приношений и пожертвований. И этому есть подтверждение. Если бы ветхозаветние десятины оставались актуальными в первоапостольской церкви, тогда мы думаем, то почему апостолу Павлу и зачем надо было писать и говорить о сборе братьям, как это делать, если это было актуально и они знали. Если вы, например, знаете свою работу, если вы являетесь мастером этой работы, и когда, например, я нанимаю мастера для того, чтобы он сделал мне ремонт, я говорю, какой ремонт я хочу, но я ему не указываю, как делать этот ремонт и что делать, и как держать мастерок или как что-то там делать по отношению этого ремонта. Так же само и апостола Павла. Если надобно было ему, чтобы эти десятины перекочевали в новый завет, то зачем надо было ему указывать, как держать этот мастерок, когда собирать, когда что-то делать, и то, что мы с вами читали, то есть как бы соотношение образно к этому вопросу. Ну, я думаю, вы скажете, ну это типа помощь, но не речь сама идет о десятинах. Да, некоторые пастора говорят, тут что же написано апостолом Павлом, это просто он собирал помощь, это как бы третья десятина, а та первая десятина, она была актуальна, а это просто для бедных, тех нуждающихся. Тогда задается второй встречный вопрос, если были десятины для трудящихся волов, когда здесь написано апостол Павел, мы читали, что молотящий вол достоин пропитания, то мы говорим трудящиеся волы, в образно говоря, говорить это были апостолы, да, эти благовестники. Тогда задается вопрос, они жили от десятин, и почему апостол Павел именно здесь о себе говорил и о Варнаве, почему вы нас не принимаете, чтобы мы могли участвовать в этой пище и еде, которая предоставлена была в этой коммуне. Если у них были отдельные десятины, которые не могли жить от них и еще дополнительно не вытягивать из этой коммуны, то есть питаться, я имею себе вот это пропитание, деньги, но я еще поем там возле вас, чтобы у меня больше осталось, такое выходит. И так, когда мы логически все это сопоставляем и думаем, то мы видим, что такого не было, и что это речь идет не о вспоможении, и что типа не являются как бы десятинами. Давайте мы еще прочитаем 1 Коринфянам 9 глава с 1 по 6 текст. О чем это говорит? Он доказывает, что он благовестник. И печать вы. Почему? Потому что вы через него пришли к покаянию. Это те люди, которые от проповеди апостола Павла, они приняли Мессию, и он говорит, что вы являетесь печатью моего апостольства. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа, то есть Петр, или один я и Варнава не имеем власти не работать. И так мы видим, когда мы вырываем эти тексты из контекста, совсем строится другая версия. Но когда мы правильно понимаем написанное, здесь в чем была проблема? Что апостол Павел, он как бы выражает свое недовольство, что те, которые пришли через него к Господу, они его отталкивают от этой коммуны, от этой столовой, можно сказать. И он говорит, что вот даже за жену, за сестру, то есть, ага, пришел Варнава, пришел Павел, и тут еще жену свою привел, еще одного нахлебника. А он говорит, ну разве я не имею права, как и другие апостолы, тоже с своими женами или там семьями, которые в этой коммуне, в этой столове, можно сказать. Понимаете, в чем тут была суть? То тогда задается вопрос, если здесь вопрос идет о десятинах, когда нам читают тринадцатый текст, тогда задается вопрос, зачем надо было ходить апостолу Павлу в эту столовую, и чтобы его там, как бы пренебрегая, не принимали, если он имел свои десятины, которые должны были этим благовестникам быть на основании Ветхого Завета. То есть, мы здесь видим, ну никак оно вместе, здесь не слаживаются эти пазлы, и никак здесь речь не идет о десятинах. И когда мы это все видим, мы видим, что вот это отфутболивание апостола Павла и произвело к тому, что он написал вот это письмо коринфянам, как бы их вразумляя и обличая, что они делают неправильно. И то, что когда мы читали с вами о тех священниках, которые берут от священодействия, он им, как я еще повторяюсь, он дает им в пример. Вы же знаете, как было, и вы должны понять, как оно есть, то, что мы в параллели с вами прочитали между тем, что было в Ветхом и что стало в Новом. И когда мы здесь все это читаем, мы видим, что здесь другая история. Но есть ли тут десятинская система, которые хотят нам навязать этими текстами? Я думаю, что здесь мы ее не просматриваем, если мы читаем правильно, не вырывая тексты из контекста, исследуем историю, добавляя всеми другими остальными текстами, мы видим, что здесь совсем другая причина была. И здесь не говорилось речи даже о десятинах. Но чтобы им как-то объяснить, что благовестник, он достоин содержания и поддержки, он им напоминает то, что я вам говорил, о храмовом служении. Если апостол Павел евреям говорил о Мессии, он переходил в Ветхий Завет тоже, говорил, что говорили пророки в пророчестве о Мессии. Это не говорит о том, что Мессия это ветхозаветний пророк. То есть, ну можно сказать, как бы пророк, пророчестве приходящий. Мессия это Иисус Христос, который является новозаветним учением и пришедшим для того, чтобы новое вино, новое учение постановить именно в новом служении. Поэтому, когда мы все над этим рассуждаем, то мы видим, что апостол Павел все это пишет, чтобы не было нарекания в его адрес. И поэтому видим, вот какая была история в то время по поводу этих текстов. Мы с вами поняли, что Первоапостольская Церковь была поддерживаема добровольными дарами и приношениями. Когда мы с вами читаем в Деяния апостолов, 4 глава, 32 по 35 тексты. Давайте мы с вами прочитаем. У множества же у верующих было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не назвал своим. Но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающихся. Ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносили цену проданного. И полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Итак, мы видим модель первоапостольской церкви. Это была коммуна. Это была община. Это были все прилагаемые пришедшие, которые уверовали в Мессию Иисуса Христа. Они входили в эту коммуну, в это общество. И как мы здесь все прочитали, я думаю, что здесь не нужно дополнительное объяснение. Вот так жила первоапостольская церковь. И вместе с ними в этой коммуне проживали кто? Проживали апостолы или же благовестник. Слово апостол это несущая весть. Это благовестник. Поэтому мы видим, по модели первоапостольской церкви, оно должно быть и в Новом Завете и в наше время. То есть мы как общины, мы являемся своего рода коммуной. Но мы не продаем ни имения, ни земли. Мы имеем финансы. Мы можем финансами спонсировать. То есть у нас есть касса. Каждый из вас приносит ежесубботно вот эти свои добровольно дары, которые вы хотите пожертвовать. И вот эти финансы, которые собираются, мы можем направлять, к примеру говоря, на благовествование Слова Божия. На покупку литературы, на покупку, например, трактатов или же сами их печатать, заказывать. И вот этот благовестник, который будет избран или он, который может есть, которые избраны по учреждению, поднятию братьев, характеристики этого брата или же этой семьи, они должны быть благовестниками, но настоящими, такими как апостолы, но не такими просто иждивенцами, которые их оплачивают. Они не делают ничего или делают вид, что они что-то делают. Поэтому мы видим, что вот эта первоапостольская модель церкви, она должна быть сохранена и в наше время для того, чтобы был порядок и чтобы была благоуспешная проповедь Евангелия. Потому что в настоящее время, я думаю, что мы не будем затрагивать эти вопросы, как оно происходит, но мы видим, что сумма, колоссальная сумма сходится в центр этого сокровища, но работы как таковой нет. Если, например, сегодня 18 миллионов по всей земле адвентистов седьмого дня, только представим, что каждый адвентист принес раз в месяц один доллар. В эту сокровищницу, как бы сказать, генеральной конференции слетаются вот эти доллары 18 миллионов долларов ежемесячно. Ну, плюс, давайте возьмем так, пусть поместные там вот эти все конференции там немного забрали и тому подобное. Но мы видим, какая колоссальная сумма. А что делается? А ничего не делается. Когда мы, когда еще были в той церкви, когда мы просили о том, чтобы у нас сделали программу в те 90-е годы, нам сказали, у нас нет денег. Если вы 70% община соберете на эту программу, ну там на аренда зала, на литературу, на все остальное расходы, то мы вам дадим 30%. Да, мы собирали. Мы хотели, чтобы у нас была программа, чтобы люди услышали в нашем городе весь. Со всего люди отдавали последние для того, чтобы сделать эту программу. Тогда задается вопрос, зачем отдавать десятины ежемесячно, если мы сами себя как бы спонсируем, чтобы сделать какую-то миссионерскую работу в нашем городе. Так не лучше же оставить эти десятины в нашей церкви и здесь поместно проповедовать? Я всегда задавал вопрос, почему происходят вот эти программы в крупных городах, в столицах? Помпезность. Миллионы расходуются на все это, на всю эту помпезность, а вот периферия, она всегда в недостатке. Никогда никто не проповедует, кроме своих собственных сил. Сколько мы раз ездили в поселок в собственных силах с этими слайдами. Я еще помню, как под столом дети сидели и за ниточку тянули, чтобы эти слайды переключались на экране, и мы проповедовали в этих холодных клубах сельских. Но мы это делали, и мы делали не из-за того, что мы что-то там хотели достигнуть. Это было попуждение от Бога. Тогда задается вопрос, зачем финансировать то, которое не имеет никакого результата? Но когда мы с вами обращаемся обратно в первоапостольскую церковь, мы видим, что наряду сформировавшейся церковью Христа, официальное религиозное общество иудеев продолжало ходить в храм. Вот эта проблема и была. Образовывается христианство, движение апостольства, образовывается коммуна христиан или же мессиан. Но тут есть закостенелые иудеи, которые эту занавесь зашили обратно, которая была разорвана, которая жертва убежала, эту историю мы знаем, и продолжают приносить жертвы, продолжают ходить в храм, у них продолжают быть священники, первосвященники, и вся вот та учение ветхозаветнее, оно там происходит в продолжении. Они приносят десятины в сокровищницу, в дом хранилища. И что они приносили туда, в тот дом сокровища, если мы переходим уже к понятию нашему, они носили деньги или они носили то, что было сказано Богом, да, от земли и от животных, то есть крупный и мелкий рогатый скот, то, что мы знаем. И это записано в Ветхом Завете, постановление, которое мы с вами читаем. Поэтому, так как мы хотим нашим братьям с большой официальной церкви донести истину о едином Боге, так и апостол Павел и другие апостолы три с половиной года несли истину о Мессии Иисусе Христе, которого иудеи отвергли. То есть мы видим, все идет параллельно. Нет ничего такого, чтобы не было параллельного того времени, до Христового и во время, после распятия Христа. Если они продолжали ходить в эти храмы, продолжали нести эти десятины и эти жертвоприношения, что апостол Павел и другие апостолы мы читаем, и даже Иисус Христос в свое время до распятия, они ходили куда? В те же синагоги, в тот же храм. И когда после распятия Иисуса Христа апостолы, что они хотели донести этим иудеям? Что Иисус Христос, которого вы распяли, это есть обещанный пророческий Мессия. Сколько времени это было? Три с половиной года. Вот так же, как и сегодня, мы хотим донести нашим братьям, что вот это учение о Троице, это внедренное языческое, католическое учение, которое напоило все христианские динаминации. Что есть один Бог и один Господь Иисус Христос, посредник, наш Спаситель. Но они что, продолжают? Они продолжают поклоняться вот этому триединному Богу, этому Божеству в трех лицах, и не хотят этого слушать. Скажите, это будет вечно? Нет, это будет то же самое определенное время, как пишет Ильян Уайт. Время данное, время благодати. Три с половиной года это было время благодати для иудеев. После трех с половиной лет, что произошло? Как было сказано, сей дом остается пуст, и они ушли куда? Проповедовать язычникам. Поэтому вот это тоже может повториться и в наше время. Пока мы обращаемся еще к вам, это для вас есть благодатное время. Но не всегда вы будете слушать вот эти такие проповеди, мои и других братьев. Не всегда вы будете вот это все слышать, потому что это уже будет считаться, бросаем святыню под ноги. Не буду говорить словами Библии. Мы перейдем дальше уже на другие темы. Мы оставим вас в покое, потому что вы настолько уже нервные, что вас так, как говорится, достают за все, и за десятины, и за вот это Трои Божие, и все. Время, как говорится, для каждого определено. Оставим вас в покое. Будете вы в своем этом лаодикийском сне. Мы перейдем на проповедь другую, на проповедь для язычников о начертании зверя, о трехангельской вести, что более насущно, нежели спасать тех, которые неблагодарны и которые не хотят слушать истины и противодействуют точно так, как иудейский народ противодействовал апостолам, и в том числе и апостолу Павлу. Поэтому, когда мы с вами читаем послание к евреям, почему апостол Павел именно обращается к евреям? Ну, мы с вами до сих пор говорили. Они продолжали себе упорствовать и быть теми, кто по Старому Завету еще жил и не принимал новозаветного учения Христова. Евреям 7 глава, 11-12 текст. Вот эти тексты как-то обходят стороной те, которые читают про десятины, и они читают 11 текст, а 12 текст, понимаете, он просто текст невидимка. Они его просто не видят. Но мы его видим, и мы вам зачитаем. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левицкого священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая была бы еще нужда восставать иному священнику по чину мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Поэтому с переменную священства необходимо быть перемене и закона. Апостол Павел обращается к иудеям и говорит им, проповедуя, о том, что они ходят туда еще, в эти синагоги, в этот храм, который в Иерусалиме. И он говорит здесь, как бы подводит им итог всего, что если бы совершенство достигалось посредством того, куда вы ходите и куда вы носите свои десятины, приношения, жертвы и все необходимое, это является пустым делом. Потому что мы видим, апостол Павел говорит, что если бы ваше спасение достигалось левицким священством, то какая была бы еще нужда восставать иному священнику по чину мелких седек? А то есть не по роду левицкому. Мы знаем, что Иисус Христос из родословия рода Иудина. И дальше, что он этим хотел сказать? Что тот Мессия Иисус Христос, которого вы отвергли, он именно по Писанию является той личностью, которая именно сменила вот это священство левицкое, первосвященство, который он является той личностью, который заменил то, что мы перед этим с вами говорили в параллели. И далее 12 текст, потому что с переменой священства, то есть те были священники, первосвященники в свое время, а теперь кто этим священником, первосвященником является? Иисус Христос, да? И если переменили этих священников, то значит должно быть и перемени закона. Какого закона? Закона, который сопряжен с тем служением, которое было в Ветхом Завете. То есть новый закон. Закон, который записан в Новом Завете. И когда мы все это с вами читаем, и когда мы разумно подходим и логически мыслим, мы видим, что все то ветхозаветнее, что было в то время, оно просто утеряло значение. Его не надо. А вот то, что в Новом Завете, оно актуально, и актуально именно и вот по отношению тех добровольных даров и приношений, но не ветхозаветних десятин, которые они относились к левитам, к содержанию священников, первосвящения, к колену Аарона и Левия. Вот. Сына Марона. Когда мы с вами это все читаем, то мы, рассуждая, видим правильность того, что апостол Павел именно обращается к евреям. И вот сегодня, когда апостол Павел обращается к евреям, мы обращаемся к нашим братьям и сестрам, которые в своем вот таком закостенелом понятии, в страхе и в всем этом, они отстаивают эту ветхозаветную десятину. Разве вам не понятно, что писал апостол Павел? Разве вам не понятно, что говорил Иисус Христос? Если, например, вы берете для себя, мы об этом же говорили, Матфея 23, 23, где типа Христос подтвердил, тогда задается вопрос, почему апостол Павел, то, что мы сегодня с вами изучаем, он разве не мог сказать, Христос нам сказал, десятины надо. Но мы видим, что апостол Павел совсем противоположно и говорит тому, что вы типа вот этим текстом хотите нам привести вот эти такие мысли. Если, например, когда сегодня нам говорят, что в Матфея 28, 19 записано, что крестить Троицу, то мы читаем деяние, что апостолы этого не делали. Видите, какая вот эта разница получается. Одни утверждают это, а апостолы этого не делают. Христос как бы подтверждает Матфея 23, 23, упрекая этих фарисеев, потому что они дают десятину смятые тмина, и этим они говорят, вот видите, Христос подтвердил, и того не оставлять и это делать. А вот здесь апостол Павел не исполняет этого, и все апостолы. Они учат другому добровольное повреждевание, приношение от достатка и расположение сердца. Вы понимаете, мы должны что-то, как-то думать этому, почему оно там написано так и чему оно так касается. Поэтому мы видим, что меняется священство, меняется и закон. И когда мы говорим о каком законе, об обрядовом законе, обрядовом законе жертвоприношения, церемониальном, а десятины, они были сопряжены именно с церемониальным законом, но не с законом духовным, тот, который мы с вами имеем. Мы являемся детьми духа, но не детьми плоти. Почему апостол Павел писал иудеям? Потому что они продолжали упорствовать в несмысленных уже ихних храмовых служениях и обрядах. Почему сегодня мы обращаемся ко всем? Потому что вы упорствуете в ваших бессмысленных камнях преткновения, которые для многих это является преткновением, и этим вы отталкиваете людей от истины. И лично, как я говорил, с многими говорил, да, для многих вот эта десятина является камнем преткновения. И кому только не скажи, ну, в прошлом, когда мы были еще в церкви, говорит, там мы к вам не пойдем, у вас только там десятины и деньги, и с тарелкой бегайте по три раза, по три кругу, только собирать деньги, для вас только, как бы, является целью вот это побольше людей и побольше собрать. Вот такое мнение у людей, это не мое мнение, это мнение тех, которые были прихожанами, которые ушли и больше не приходят. Но если бы мы с вами поступали, как первоапостольская церковь, и если бы мы с вами подходили таким разумным подходом, как апостол Павел, к этим вопросам, чтобы не было никаких нареканий, то я думаю, что многие из тех, которые нас посещали, они бы сегодня сидели рядышком с нами, и они бы правильно понимали, и правильно бы тоже участвовали в этих приношениях, потому что они бы правильно понимали, что является истиной. Поэтому мы из этого всего видим из того времени, почему священники, та элита священников, которая была во время апостола Павла, которая иудействовала, продолжала совершать служение. Неужели мы думаем, что они настолько были глупы, что они не понимали и они не читали о Мессии? Неужели они были настолько незрячие, что они не видели, какие чудеса делал Иисус Христос и какие толпы людей выходили из синагог и уходили в христианство? Неужели это они все не видели? Да, они все видели, но почему они продолжали там нести служение? Почему они там держались за этот храм и поступали по ветхозаветним тем традициям и тем служениям, которые были церемониальными? Я думаю, что этот вопрос касается лично их и он высветливается и на нас. Дело в том, что они привычно, привыкли, сытно и хорошо жить за счет храмового служения. Они, как фарисеи, что они делали? Как сказано, они молились на публику. Где только были вот эти перекрестки, они вставали молиться, они показывали свою святость, они шли гордо с поднятой головой. Это же фарисеи, это же законники, они хранители закона, это элита, это элита священников, которые были уважаемы тогда в Ветхом Завете вот этими простыми иудеями. Им было сытно, им было хорошо и комфортно. Они не хотели переходить в христианство, которое оно ниществовало, которое было в гонениях, которые помогали друг другу, которые приносили эти добровольные вспоможения один другому, им приносили десятины в сокровищницу. У них было все, и молоко, и мед. И у них было все, что нужно только для этой элиты. Скажите, те книжники-фарисеи, те священники того времени, они отличаются чем-то от современных? И когда мы сегодня говорим о наших современных служителях, которые правильно понимают, которые правильно читают, и они видят, что вот не есть то истинно учение о триединстве, но они не могут оставить этого своего поста пастора, у них не будет зарплаты, у них не будет авторитета, их исключат из церкви, и куда он пойдет? На стройку или еще куда-то? Я лучше буду молчать, зато я буду при храме, зато я буду в уважении, а там, как говорится, совесть притупляется, и далее Бог говорит, в связи с тем, что они были упорствующие, Бог послал им духа заблуждения, и впоследствии он уже становится вроде бы, а может быть и так, а зачем мне туда лезть, и тому подобное. И так мы видим, что как было тогда, так и сегодня, то есть вот эти параллели, они всегда проходят, и я хочу, чтобы каждый из вас видел вот эти параллели, поэтому вот эта проблема, она является и сегодня. Апостол Павел в послании к евреям именно это и говорил, что пора уже остановить эти жертвы, потому что жертвой стал Иисус Христос, что пора остановить надеяться на человека, как на первосвященника, потому что есть лучшая кандидатура, которая безгрешная и бессмертная, которая представлена перед самим Богом Отцом и ходатайствует за каждое наше прошение во грехах в прощении. Также он говорил, что не нужно это храмо и служение, потому что все это в прообразе исполнилось во Христе Иисусе в Новом Завете. Также он говорил, что не надо нести десятины в бесплодные служения, потому что они не имеют смысла. Когда мы говорим о том времени, вы просто только подумайте. Иудеи, которые приняли мессианство, то есть христианство, скажите, куда они несли свои уже десятины? Они всю жизнь несли десятины куда? В храм, в дом, в хранилище, а тут они вышли, их изгнали, так же как и всех изгоняют и сегодня. То есть параллель идет идентично. Скажите, они что, продолжали нести десятины куда? В храм? Не, вот как мы вчера как бы рассуждали. То есть каждая сделала себе вот эти дома-хранилища. Ну ладно, они научены, иудеи. Значит, они что? Должны были апостолу Павлу 10 овец, 10 коров, там, то, все, принести, потому что они так научены. Где мы читаем в Новом Завете, что эти иудеи, которые стали мессианскими, приносили апостолам именно вот эти коровами и от земли и от животного. Мы видим, что они продавали имение, но они, понимаете, и приносили что? Денежном эпиваленте для содержания вот этой коммуны. Так что здесь никак не имеет этого общего понятия с тем, что сегодня хотят нам навязать. Еще немножко терпения, и мы заканчиваем. Апостол Павел хотел показать модель Христовой Церкви. Этой модели сопутствует единодушие, любовь, братство, свобода во Христе Иисусе, прощение, милость, и напрямую через посредника Иисуса Христа каждый может получить прощение неба по отношению своих грехов. Когда мы говорим о Новом Завете, это договор на более благородном и святом и безгрешном и вечном. Вот что хотел показать апостол Павел, обращаясь в послании к евреям. Не то, что вы делаете там, а вот то, что принес нам Иисус Христос. Мы должны точно так же жить, как указывал нам Иисус Христос через своих посланников апостолов. Мы должны поддерживать наши общины добровольными дарами, пожертвованиями, но это не должно быть принужденно, но это должно быть, как написано в Писании, от расположения сердца и достатка на основании любви к Богу, это первая скрижаль, и на основании любви к ближнему, это вторая скрижаль. Вот это есть учение модели новозаветней церкви. Когда мы рассуждаем над этим вопросом, я думаю, что помимо всего того сказанного, что является как бы костяком этого понятия, будут возникать какие-то и другие такие моменты в решении вопросов, но это уже на рассмотрении каждой общины отдельно. На что вы хотите потратить ваши собранные финансы, для кого, зачем, почему, в чем есть нужда, но на первом месте должно для нас быть следующее, это распространение вести для настоящего времени, и каждый истинный, искренний христианин, он будет знать и помнить, что Бог его призвал для того, чтобы он поддерживал работу Божью, чтобы он всеми усилиями, как лично, как своими пожертвованиями, приношениями, участием, чтобы он поддерживал работу благовествия Евангелия, но если, повторяю снова, но если есть такой человек в вашей общине, или в вашей области, или же в вашем местонахождении, который изъявляет и который является действительно положительным человеком, так как апостол Павел говорил о Тимофее, и этот человек хочет трудиться для блага, для спасения окружающим, мы должны помочь этому благовестнику во всех случаях его обеспечить, но и иметь результат его работы, который он не так, как нам говорят, мы отчитываемся перед конференцией, но не перед вами, кто вы такие, что вы будете меня спрашивать, что я сегодня делал, и что я сегодня куда ходил, не ваше дело, я отчитаюсь, там у меня и вышестоящее руководство, а ваше дело просто давать десятины, пожертвования, и слушать то, что мы вам говорим, это неправильно, благовестник должен отчитываться перед той группой людей, которая его содержит, и должен принести план и действие работы, что он проделал, для того, чтобы мы могли еще более как бы жертвовать на это дело. Теперь задается вопрос, почему в первоапостольской церкви, когда мы с вами читаем, вот они были такие расположенные на жертвенность, когда апостол Павел говорит, я только предложил, а вы тут столько нанесли, он говорит, за голову взялся, ой, чтобы не было нареканий, давайте мне еще два человека, чтобы мы эту сумму денег отнесли в Иерусалим, этим нуждающим братьям, чтобы не было никаких предвзятостей, понимаете, почему люди так жертвовали, потому что они видели результат, они видели результат своей работы, и если человек видит результат своей работы, своей жертвенности, его побуждает это еще больше жертвовать, он этим, как говорится, как мы читали в Писании, он изнутри получает такое как бы самоудовлетворение в том, что он является участником этого благого дела, и он оторвет последнее от себя для того, чтобы вот это дело Божие продвинуть, понимаете, вот суть в чем, но не в том, чтобы отобрать, чтобы напугать, чтобы человек в страхе отдал, это не есть принцип Христа, это не есть принцип Бога, поэтому в конце я хочу вам зачитать «Кто сеет скупо, скупо и пожнет» Когда мы читаем с вами 2 Коринфянам 9, 9 глава 6-7 текст, вот эти слова, которые должны остаться у нас, у тех, которые придерживаются истины, новозаветней модели церкви, чтобы это для вас было словами, определяющими вас и ваше внутреннее побуждение, при всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет, каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением, не с принуждением, ибо добро охотно дающего любит Бог. И когда еще в восьмом тексте, в восьмой главе, двадцатый текст сказано, остерегайтесь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию, при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Пусть всегда нас сопровождают вот эти слова, чтобы мы были, как записал апостол Павел, из этих слов лично для себя, чтобы каждый из вас был участником того доброго дела, той благой вести, чтобы мы участвовали, но чтобы это было правильно по первоапостольской модели, которой человек чувствует себя свободно, которой сердце расположено, и которой он от этого получает удовольствие, что он является воином Христовым, и что он является тем, к чему призвал его Христос в это последнее настоящее время. Пусть добрый Бог благословит всех вас. Я думаю, что над этими рассуждениями по поводу десятины мы с вами уже закончили. Вот это последняя тема. Поэтому каждый из вас имеет право выбора. Каждый из вас, Бог дал каждому выбор, как поступить, как делать. Наше дело сказать, а ваше дело выбирать. Если вы хотите быть теми, к чему призвал вас Господь, следуйте истинному слову Священного Писания. Сами исследуйте, сами притворяйте в жизнь, и сами действуйте, для того, чтобы имя Христа было провозглашено, и чтобы работа Божия закончилась на этой земной ниве, и чтобы мы, как жнецы, могли принести плоды успешные, плоды нашего действия, каждого личного в отдельности. Мы с вами прощаемся, до следующей встречи. Пусть добрый Бог благословляет вас, умудряет и созидает во всем святом и добрым. Продолжение следует...